Всем привет! С вами Тома и Крис. Всем привет! И у нас сегодня будет очередной стрим по игре Sims 4 на основе Malito Pony. И в ближайшее время это будет последний стрим, потому что заканчивается... В ближайшее время это ближайшие минуты? Не, ближайшие месяцы. У меня заканчивается отпуск и у меня не будет просто времени ни играть, ни стримить и ничего такого. Возможно потом стримы еще когда-нибудь будут, там нужно каких-то выходных, но если я раскачаю как-то персонажа, если будет что-то интересное. Зато Тома будет более плотнее заниматься обзорами. Да, да, естественно. Вот, поэтому если вы там что-то еще хотите посмотреть в этой игре в этом стриме, вы там пишите в чате. Да, всякие там секреты. Мы сегодня попробуем что-нибудь секретное такое сделать. Ну да, на прошлом стриме сказали про дерево волшебное. И попробуем сегодня с ним пообщаться и зайти в секретную локацию. А про мусор? Мусорное дерево у нас так и не выросло, я не знаю. Ну так что можете писать в чате какие-нибудь секреты, которые вы точно знаете. Да, попробуем сегодня посмотреть, а там уже по мере, если у меня будет время как-то по часику в день играть. Да, к сожалению, таких секретов, как дойди до конца карьерной лестницы и там будет прикольный приз, вы можете не ждать в ближайшее время. Ну да, это если только потом когда-нибудь. Потому что прокачка здесь оказалась сложнее, чем мы думали, точнее говоря. Не сложнее, а трудно затратить. За одну семью, то в принципе терпимо. Да, одну семью можно быстро прокачать, а шесть слишком. Я, кстати, заметила интересную особенность. Вот то, что мы на участке Эплов посадили яблони, и вот тут все на мини-карте вот видны вот эти наши лоточки. Прикольно. Поэтому я сегодня хочу продолжить сейчас играть с Задэшей, и с Куталу, она начала у нас общаться с этим деревом. Поэтому попробуем с ней дообщать это дерево для того, чтобы нас спустили в эту локацию. Вот. И в очередной раз спрашиваю, как ты относишься к My Little Pony, к Vestria Girls и Rainbow Rocks. Может быть этот вопрос уже написать в частых вопросах? Как ты относишься к Vestria Girls, как ты относишься к оликорнам? Я думаю, это уже частый вопрос, потому что его задают примерно каждый час на стриме. Ну да, нормально я отношусь. Чем разнообразнее, тем интереснее, я считаю. Так, с Куталу. Да, привет нашим модераторам и тем, кто сейчас не может посмотреть, я напоминаю, что запись этого стрима завтра будет на канале у Тома. Будет-будет. Так. Как и все предыдущие. Да. Уже есть. Нам надо еще один фитнес докачать. Вот. Потом переспать сначала, а потом докачать. Ладно, сначала поспим сейчас. А, что-то на. В ее кровать ложится. И попробуем потом с Куталу дообщать дерево. Так, у Rainbow Dash у нас все выполнено. Какая радость. Она смотрит телек. Иди поспи тоже. И счастлива. Она счастлива смотрит телек. Ага. Да, все посмотрят. Почему флатье такая накачанная? Флатье такая накачанная, потому что у нее оказалась физическая работа. Мы-то думали, преступница работает головой, но нет. Да. Ну там, очевидно, какие-то смешанные, я так понимаю, профессии. Потому что и у космонавта, смотри, либо логику, либо программирование качать. И да, мы не ставили никаких модов. Это мы уже займемся как-нибудь потом, когда, может, у нас в следующий раз, может, еще как-нибудь постримим. Не скоро. И вот тогда уже, может, выйдут какие-то патчи, дополнения, моды интересные. Тогда уж посмотрим, что там будет. Ну да. А пока мы, как бы, хотим посмотреть на саму игру, а не на то, что из нее сделают фанаты. Тома и Крис, знаете ли вы Ники Минаж? Если да, то нравится ли она вам? Помнишь, какой мы клип выделили? А-а-а-а! Да, это самое! Не знаю, не слышу. Только вот один клип. Это мы единственный клип, который видели в Dessis Хорошо, да, с Ники Минаж. Он был немножко переозвучен. Если кто видел, то кто-то поймет. Нам хватило, да? Нам хватило, да? Что-то сама тут туалета не найдёшь уже. Вообще. Ну, извини. Так, сейчас нам Рейнбоу даже забацает. Ты что, ещё вкусно? Испорчено. Да, отойдай. Нет. И она просто съест овсянку. Овсянка сверху. Так. Всё. Рокторшай, хватит спать. Тоже ешь овсянку и будешь заниматься физкультурой у нас. Какая моя любимая пони? У него их много. У них много. Среди них. Twilight. Потом ещё. Так, мой щеку модулей у нас. Аж какой у них там? В настроении внимательности, блин, не знаю. Twilight. Трикси. Крызалис. Да, да. Там ещё кто-то. У тебя уже запуталась в твоих любимых пони. Да, я должен выбрать одну и потом всем доказывать, что она лучше, конечно. Извините, я никогда фанатором ничего не был. И фанатиком. Интересно, что настраивает на внимательность? Он думал ... Скажет. На колузне шахмат座? Сейчас попробуем. Давай, доедайся в овсянку. Хотя ладно... Попробуйте выловить на рыбалке семена винирной мухоловки. Ну, порыбачь. Том, а можешь, когда выложить стрим на YouTube, прикрепить ссылку на сайт, где ты скачала Sims? Да мы прям сейчас можем скачать. Сказать, где мы скачали Sims. Origen.com Прям там скачали. Всё, внимательная. Вот Rainbow Dash у нас идёт на работу. Тома, а ты закончишь свой комикс про Тарако Хитсоди? Так. Я бы его с удовольствием порисовала. Нам подсказывают, что для внимательности нужно книгу читать. Ну, не, вот, с шахмата отлично сработали. Ну, значит, я тоже бы убрал. Обдумывание хода. Тома, может, волшебное дерево лучше отправить в Флати? Её, это самая понтовая форма. Кирточка? А, это космонавт? Флоттершай на работу сегодня надо. До работы ей надо прокачать ещё один навык фитнеса. Поэтому она сейчас будет бегать. Нет, просто я с чего хочу скуталу, потому что у неё просто больше свободного времени банально. ещё у нашего флоттеркача. Дети, работать не надо. Счастье. Так, и сколько я там? О, ты купила беговую дорожку? Ну да, у меня же тут два физкультурника плюс флоттеркач. Ну, ну, допустим. Хе-хе, отлично. Извините, ответить не можем. Занят. Ну, Симы обычно звонят, когда спрашивают, что они хотят прийти в гости. Они звонят и спрашивают, я хочу к вам в гости, можно я придумать? Говорю, можно они приходят. Да, модераторы запостили ссылку, где скачать 74 без вируса. Жалко, что не бесплатно. Да, нам продолжают писать, где мы скачали Sims. Мы там прямо скачали, да, origin.com и так далее. Очищая вытяжки на корабле, Рэйнбл находит маленькую капсулу. Похоже, что она попала туда из открытого космоса. Стоит ли её тут же отдать или всё же открыть и посмотреть, что находится внутри? Ты шутишь, конечно, открывай. Вдруг там веном. Внутри капсулы Рэйнбл обнаруживают крохотные инопланетные существа. Надо же, совершенно новая, незадокументированная форма жизни. Она отлично будет смотреться на её столя. Она её засушит? Я уже боюсь. Напомни, кем там Дэш работает. Она у нас мойщиком модулей работает. Космические модули моют? Да. Прикинь, и такие бывают. Флотеркач у нас, флотеркач. У меня ещё какие-то желания исполняются, страстно поцеловать. Нет, поцеловаться мы сегодня не будем. Так, всё, молодец, хватит бегать. Тома, ты не думала, чтобы всех людей в городке заменить на героях My Little Pony? Мы, кажется, отвечали на это в самом начале самого первого стрима. Таких людей не получится заменить. Это, во-первых, потому что в домах живёт далеко не все те люди, которые потом могут прийти там где-то. Ну, в общем, вот в парке люди ходят, мы их не можем никак поменять, потому что они не все живут в домах. Наконец-то выходные на этой неделе из Кутово зарабатывает тройку. Что она хочет? Спать? Да, блин, задолбала спать, где спит. Она зарабатывает тройку. Хочет спать? Да. Дети быстро встают. Видно, сейчас поспит, потом пойдёт в дерево общаться. Не, она за такое, наоборот, должна учиться, не спать. Так, нет, пожалуйста, не просто душ, а какой-нибудь освежающий. Чтоб у тебя ещё и настроение нужно было. Возбуждённое. Вон, Пинггипай. Ты к нам? Или ты мимо? Дверь есть? Дверь есть. А, всё, в отношении, да, это самое, дома. Ну, пригласи войти. Раз уж пришла, почему нет. Ну, что ты? Тормозёрок мает. Так, что этому ещё надо поесть? И вообще, надо немножко покачать на злорадные действия. Ну, а-а-а. Так. Мужу ещё одну святку. Через четыре часа. Всё, давайте, заходите тут, тусуйтесь, музыка есть. Лягушки. Все 33 удовольствия. Кстати, лягушки неплохо так уют поднимают. Они прям все-таки довольны становятся. Там где-то в нашей пакости. Всё хорошо, есть лягушки. Ну, да. Уже светская беседа. Сейчас с овсянкой слов. Всё. Попробуйте создать рейнгу, дальше создать рейнгу фактор. И мы уже говорили, что мы и так слишком много персонажей создали. И они вообще не прокачиваются. Пинки! Твою! Залево! Она просто взяла и выкинула мусор. Вот посредине комнаты. Стореешь? Ля-ля-ля. Э-э-э. Ну ладно, вот и мы все. Сейчас уж тут пошла такая пьянка. А, то, что у Пинкина навечно я не тя есть. Так, почему мы книжку не читаем? Сколько бы у нас в стримах других людей, никто не замечал мои комменты. А тут каждый вопрос есть ответ. Да вообще. Куда она книжку делала? Тома, играла ли ты когда-нибудь за птичек? Да, немножко. Самая малая книжка. Самая малая книжка. Куда она книжку делала? Куда она книжку делала? Они слишком заводны для тебя. Так, давай, может, второй том пакостей купим ей. Вот этот карьерный. Мавык. Вот. Том 2. Ой, 150, ну ладно. Читай. Изучай. Злорадные действия. Криса, это правда, что чтобы играть в Тесу надо платить в месяц или в год по 500 рублей? Нет, неправда, по 600 в месяц. Чё, я не шучу. Чё-то около 600 рублей в месяц. Если что, сейчас я в него не играю. Просто нету времени. Злорадные, блин. Что, книжка уже не помогает? Ну-ка. Ну, шить. Да, приветствуем всех новоприбывших. У нас уже больше 100 человек зрителей. Даже больше, чем на прошлом стриме. Ну, кто уходит в гости, чтобы сходить в туалет? Шмар. Уходит в гости по утрам. Потрясающе. Ещё туалет поломал. Что у тебя там за кей-поп играет? Серьезно. Как хочу, то и играли. Тома, какая принцесса лучше? Селестия, Луна или Каденс? Твое уйд. Кей-поп. Просто, куда что мне, она больше нравится. Ну. Славное, да. Надо... Пакостить. Пакостить надо. Врать про карьеру. Да, вообще. Да, я долго врать буду. Закарелась. Подзадарь. Ну, вы будете открывать волшебное дерево в эпоху? Будем? Куда она ушла? В смысле волшебное дерево? В смысле, то самое, которое нужно смотреть. Да, будем сейчас к утолу поспить. Вот. Будет, пойдёт с деревом, общать дерево вообще до последнего. Что? Так. Ну вот, туалет течёт. Вообще кошмар. Работа два часа. Чини. Работа два часа. Сейчас у нас флотеркач, что давай. Так. А, если не связь. Чинись, туалет большой и маленький. О, нет, туалет писать. Это я читаю чат. Интересно, у неё... Всё смешалось. Девять минут. Блин, у меня сейчас настроение пропало. В думе флотер-шай. Ну ладно, всё равно, наверное, назвали близкими руками. Вопрос мне. Буду ли я снимать ещё магический дневник? Если да... Значит, по-другому персонажа развить. Я не знаю, буду ли я ещё снимать магический дневник. Может, я лучше какую-нибудь другую игру в таком же стиле? Какую-нибудь там интерактивную книгу. Вот это вот более вероятнее. Всё, иди на работу. Ди, на работу. Всё, пришла на работу. Ура. Так, всё, хватит спать. Почти дерью вообще. Да, действительно, у тебя там целый террариум в томе. Да. Ну так же интересно. Интересно жить в террариуме? Конечно. О, повышение до техник. Вау. Рэмбо получает повышение до должности техник, её зарплата от эра-двера. Так она получает... Удваивается практически зарплата. Макет ракеты Космо. Показать созвездие. И следующая смена вот тоже. Ну-ка, макет ракеты поставь, Таня. Бодрой походкой. Там где-то в подарках? В строительном режиме. Да. Так. Что нам надо? Чем мы ещё загадим наш задний двор? Мёртвый космический кальмар. А, это та самая, которая нам нашла. Макета ракетная. Не, ну это нас калмаре. А что он даёт? Кто? Макет. Что он? Внимательность настраивает. Воу, как. Какой-нибудь прикольный. Копейный стойный. Бурный рожок. Нормальный. Нормальный. Только не красный, пожалуйста. Важный нам. Какой-нибудь. Такой. Голубенький. Да, мы сейчас поставим все наши достижения. Настраив данную внимательность. Ну, блин, куча столов. Музей. Мёртвый космический кальмар. Обстановка, повышающая уверенность. Уверен в том, что он не набросится. Слушай, это не шутка про чужих. Мёртвый космический кальмар. Не похож на этого? На фейсхаггера. Нет. Он похож на мертвого эсминого. Замечательно. Ну, это же явно шутка про чужих, да? Вот, да, кстати. Как у меня написано в группе моей. И я жду, когда в октябре выйдет, после 7 октября, Alien Isolation, ужастик. Вот в него я точно буду играть. После 7 октября. Не прямо в день 7 октября. Это уточняю. Это у меня постоянно как игра выходит. Все в тот же день спрашивают, ну что, сегодня, да? Нет. Я обычно в тот же день не играю. Хотя... Хотя нет, зависит от того, как у меня со временем. В некоторых играх прямо в тот же день. Все зависит от свободного времени. Крис, почему ты полюбил пони? Потому что они похожи на покемонов. И я не шучу. Ну, там, знаете, какие-то марки. Различные виды. Ну, хотя, конечно, видов поменьше 18. Но, в целом, да, из-за фигурок, а не из-за чего-то еще. Настигла третьего уровня логики. Так, все. Ты все довольна поела? Иди дерево вообще. Где она тут дерева была? Так. Так, смотри. А ты у нас качай лунку. А, играть. Так, так. Так, все, логики качаются. Дерево общается. Да. Насчет покемонов 2х2. Там когда-то в субботу, что ли, когда у них премьера? Ты говоришь, что все-то на днях. Да, на днях. Но меня это, честно, не особенно волнует, потому что я по телевизору покемонов не смотрю. Я как-то предпочитаю записи в интернете и все такое. Но это, конечно, круто, что выйдет в русском дубляже 15-й фильм, 16-й фильм и первая серия Pokemon X, по-моему, в один день. Что-то у них там будет премьера. Ну, и по вторым идут все остальные серии. А, да. Ну, что, иди отсюда, педофил. Извиняюсь. Не, ну а что такое? Он просто хочет пообщаться, а ты тут разглядываешь. Нарнию. Ну, и долго на него надо смотреть. Ну, ты не на него смотри, а на дерево. Я на дерево смотрю. Смотри внимательно. О, говорите о корняхах. С кем? С деревом? С деревом надо поговорить о корнях, а потом... А, ну она одновременно... Что с ними происходит? Болтает. Как на счет отправить 5 марок вместе? Слушайте, давайте одна сходит пока. Так, обсудить природу. Что у нас с Рамбл и Дашь делает? Качает. Молодец. Что качает? Ну, логику. Дальше. А вы не думали качать такие навыки, на которых можно зарабатывать? Например, рисование, картины продавать? Рерити продает картину, у нее прокачан навык достаточно хорошо. Во, исследовать. Исследовать. Что он делает? Кто это вообще такой? Как его зовут? Смотрите, она, короче, открылась дырка. И она идет в эту дырку. Следующий за белым кроликом. У Рерити прокачан навык рисования, она может зарабатывать продажей картин. Да, поэтому я за нее не играю. Потому что она с голоду и так не пройдет. Да. Причем достаточно неплохо. Ничего. Куда мы пошли? Все. Идти на звук. Читай, читай. Пещера намного извилистее, чем ожидалось. Темная, но совсем не страшная. Тусклое свечение вдали единственный источник света. Понятно, тихое бормотание единственный источник звука. Так, куда надо идти? На звук или на свет? На звук. На звук, да. Иди отсюда. Жду ли я Dead Island 2? Вот вспомнить ли, будет ли он на ПК? Скуталу спускается ниже, темнота сгущается. Как только она оказывается в самом центре мелкого ручья. Вроде вниз надо, да? Ну, в принципе, не особенно я жду Dead Island 2. Ну, то есть, если он выйдет на ПК, я почитаю обзоры и, может быть, поиграю. Да, но так не особенно как-то. Войти в туман, да, я думаю. Выбрав дорожку с наименьшим сопротивлением, надеюсь, что она не закончится с канализацией, с каталогом вы замечаете легкий, завещающий, мерцающий туман. Ну, туман, конечно. Войти в туман. Ищем приключения на свой губ. Туман оказывается теплым и дружелюбным, который без какого-либо предупреждения... Короче, найдут ее коматозную... Переносится назад к входу в пещеру. Отправится на просвет. Хотите? Да. Как все сложно. Я не знаю, что надо было выбирать, на самом деле. А, Крис, как тебе то, что четвертая финалка вышла в Steam? Ну, знаете, это четвертая финалка, которая трехмерная, да? Она года три назад вышла... Где же она вышла-то? То ли на Game Boy SP, то ли на Nintendo DS. Короче, вы не думайте, что это новая игра. Это она в Steam вышла. Мне, честно, абсолютно параллельно. Я играл в старую четвертую, но как-то не особенно она меня увлекает. Я вообще не очень, не очень люблю JRPG из-за случайных боев. Хотя в покемонах как-то без проблем играю, допустим. Но... Но все-таки в покемонах, допустим, можно избегать высокую траву, да? В покемонах можно обходить ее. Можно кучу всяких средств использовать, чтобы случайных сражений не было, да? То есть, хочешь сражаешься, хочешь не сражаешься. А в JRPG все-таки меня так добивает эта случайная прокачка. Я не фанат жанра. Спуталу не может поймать лягушку. Ну тогда попробуй что-нибудь порыбачить. Что-то еще можно делать. Сейчас попробую. Что-то фиолетовое. Это мне напоминает World of Warcraft у темных... У лесных... Блин, какие-то мои фотографии. Он так давно не играл. Ну, короче, да. У эльфов начальная лакация. Ну, все красивое и розовое. Ну да, там было все такое фиолетовое. Так, это вернуться домой. Нет, домой пока не идем. Мы тут порыбачим. Может какая-то рыба понтовая будет? Спуталу Алисы из страны. Там есть феи в дереве. В котором... Я пытаюсь на что-то потыкать. Ну, походи вокруг, что-то там рыбу ловить. Как будто рыбу нельзя где-то еще понять. Хотя, может, здесь что-то другое, да? А долго будет продолжаться стрим по 74? Ну, как мы сказали в начале этого стрима, на ближайшее время это последний стрим. Когда будет следующий, мы не знаем. Что-то такое. Красиво, конечно, что-то розовое такое. Ленизер. Такое дома растет. Это что? Ну, блин, какие-то растения... Еще насчет финалок могу сказать, что куча из них тоже выходили, ну, как практически все из первых шести выходили на мобильных устройствах, но цены у них какие-то абсолютно неадекватные. То есть, я не знаю, я купил эту самую XCOM мобильный, который практически ничем не отличается от нормального. XCOM, который Enemy Unknown, за 329 рублей я его купил, абсолютно не жалею, даже без скидок покупал. Вот, как только он в русском App Store появился. Но просить за, не помню, какую-то там Final Fantasy 5, что ли, 500 с чем-то рублей, почти 600, я не такой фанат, чтобы покупать мобильные игры по 500-600 рублей. Вообще, у японских игр такие бешеные цены на мобильных устройствах, это вообще... Скуталу поймала зубчатого морского окуня. Нет, такой у нас водится. Все два бакса. Обычные рыбы тут, короче. При этом это обычные игры, которые вышли 20 лет назад, и все, кому надо было, давно в них поиграли. В каком дереве там эти фейки живут или что-то? Крис и Тома, у вас игра вылетала когда-нибудь? Вот это вот? Это у нас вылетала? Это у нас вылетала, только если ее сворачивать при загрузках. А, да. Если при загрузках сворачивать, вылетает. А еще, если ее не включить в полноэкранное, этот самый, в полноэкранное окно, то она может вылетать. Ну так, терпимо. Как вам iOS 8? Никак мы еще не ставили. Мы решили подождать чуть-чуть. Я решил подождать, потому что в прошлый раз, когда я перешел с шестерки на семерку, мне пришлось два месяца ждать, когда заработают программы, которая мне нужна была. Так что я как-то не спешу. Там изменения не такие. О, смотри, это грибной круг. Ага, ведьмин круг, иди туда. И отжимайся там. Нарисуй что-нибудь, пентаграмм. Я зайду вдруг что-нибудь. Ну, короче, я решил как-то пока подождать, пока выйдут обновления для тех программ, которые мне нужны, которыми я пользуюсь ежедневно. А то была у меня любимая игра, и вышла iOS 7, и мне потом почти два месяца пришлось ждать, прежде чем я смог в нее снова поиграть. Это как-то невесело. Ну, то есть она не спускалась. Да, а так, конечно, ну да, там, судя по тому, что я читал, полезные изменения. Чего, вдохновилась? Фея просто летает, с ним нельзя взаимодействовать. А где они? Я что-то не одну фейнюю. Я вижу какие-то эти самые... Это она не в дереве, наверное, все-таки в какой-то сказочной стране, в которой она прошла сквозь дерево. Ну да. Типа сквозь портал. Ну, в целом, да, это она в дереве. Бабочек вижу, феи не вижу. Где вы в нашей фее? Видишь, феи? Я вот вижу вот такие, или это феи есть? Какую игру вы не любите больше всего? А, слушай, наверное, феи здесь есть. Какую игру ты не любишь больше всего? Игру? Не знаю. А, сапер. Ну, вот смотри, это фея, наверное, да? Ну, либо это фея из Legend of Zelda. Похоже. Как там ее звали? У меня очень плохая память на имена. Я не помню. Как ее звали? Ну, в целом, красиво, короче, да. Но делать особо нечего. Лягушек, сказать. Которые дома водятся. Вот если бы тут можно было какие-нибудь клевые растения... И параллельный вопрос, какую игру вы любите больше всего? Ну, как я уже говорил, я как-то... Я не могу выделить какую-то самую любимую и самую нелюбимую. У меня скорее есть любимые жанры и нелюбимые жанры. Допустим, я не люблю стратегии в реальном времени. И, допустим, люблю пошаговые тактические RPG. Вот. А ты что можешь сказать на эту тему? По жанрам хотя бы. Или, может, у тебя есть какая-то особенно любимая игра? Мне очень нравилась Драконика. Да. Когда она была на русских серверах. Не, ничего не происходит. Просто грибы. Короче, все. Посмотрели, можем идти домой, я думаю, да? И зато на пережив. Да. Клево. Сапер, жуткое чудовище, сломавшее тысячи компов. Тысячи жизней. Так, что случилось? Хваттешай приносит домой и превосходно справляется. Создайте комнату для лягушек, кристаллов и так далее. Да, музей. Да, я сейчас, наверное, выйду. Посмотри. Что там? Там, ой. Во, видишь? О, кто-то смотрит. Ловище взгляд. Мы туда, конечно, не долезем. Или это просто какие-то бабочки так летают? Ну, выглядят глаза. Да. Вистящие глаза. Ну, вижу, они моргают. Как мне серия Divinity? Divinity, мне кажется, насколько я помню, Divinity, она пошаговой стала только... Как она там называется последняя часть? Original Sin? Вообще не пробовал пока. Как-то вот руки не дошли. Да, прочитал кучу всего хорошего. Может быть, вот на Новый год будет распродажа, у меня появится, может быть, время, и я, может быть, поиграю в Original Sin. Но, честно говоря, я в Divinity играл только чуть-чуть в первую часть, и всё. Она мимо меня прошла как-то. Да. Ну, и к тому же, в предыдущей части, насколько я знаю, все были клонами Дьявола. Ну, или клонами Ультимы, если угодно. Там вроде побольше свободы, чем Дьявола было. Или я путаю с этим? Нет. Я путаю её с Сакридом. Который я тоже не играл. Почти. Ну, что я хочу сказать, что Divinity, она же пошаговой стала только в последней части. По крайней мере, в первую Divinity я точно недавно играл. Как раз на распродаже купил. На летней. Ну, да, хорошая RPG. Но она не пошаговая. Всё, короче, возвращаемся. Не такая пошаговая, тактическая, как, допустим, какой-нибудь X-Comb. Вечно зелёный лес, да, очень похоже. Вечно фиолетовый лес. Да, точно. Вечно фиолетовый лес. Вечно фиолетовый лес. Всё, домой. Да, мы знаем, что такое Little Pet Shop. Литлест Pet Shop. Ладно. Тома, ты когда-нибудь делал что-то из Пейперкрафта? В-первых, там активная пауза, насколько я помню. Ну, активная пауза это всё-таки не пошаговость. Активная пауза это очень хорошо, но это немного другой жанр. Я, наверное, что-то сделала и делала из Пейперкрафта в последний раз где-нибудь в школе. А я делала из Пейперкрафта. Ну да, ты не там делай, я помню. Я как-то не очень люблю этот жанр. Руки пачканы. Не, мне как-то просто не моё. Сложно мне правильно согнуть это всё разогнуть, ещё и приклеить. В общем, как-то так. Тома и Крис. Последний вопрос перед перерывом. Представьте, что вы попали в неизвестную страну, ну, к примеру, в Японии, а все вокруг страусы, которые пожирают носки, ваши действия? В качестве маскировки тоже начать жрать носки. Да, конечно. Чтобы не выделяться. Это мало ли. Может, носки это они первым блюдом, а вторым нас начнут. Не знаю. Мне, конечно, логично не хвататься. Так, ну ладно. Мы сейчас сделаем перерывчик. Сейчас я вернусь и начну сохранить. Да, первый наш запланированный перерыв, после которого мы скоро продолжим, так что не переключайтесь, мы скоро вернёмся.